17 июля 1610 года, свержение царя Василия. В борьбе с Тушинским вором режим царя Василия изнемогал. Для него было крайне важно, чтобы коронная армия Польши не вторглась в Россию. С поляками-добровольцами, воевавшими в войске самозванца, как-то справлялись. Однако в сентябре 1608 года пришло трагическое для шуйского известие. Поляки объявили России войну и во главе с королем вторглись в русские пределы, осадив Смоленск. Сейм согласился с доводами Сигизмунда II и решил воспользоваться смутой в России, чтобы вернуть Речи Посполитой, Смоленск и другие утерянные в ходе русско-польских войн восточные территории. В среде польской шляхты вынашивались и планы полного подчинения России, превращения ее в своего рода колонию. Из-под стен Смоленска Сигизмунд II приказал полякам-тушинцам прибыть к нему на службу. Лишенный польской помощи Лжедмитрий II вместе с Мариной в конце 1609 года бежал из воровской столицы в Калугу, но для тушинских бояр во главе с патриархом Филаретом путь назад в Москву был отрезан. Поэтому они, думая о собственном спасении в противовес ненавистному им Шуйскому, попросили устами Филарета, польского короля, отпустить на московский трон его сына Владислава, обусловив его вступление согласием всей земли и переходом Владислава в православие. Так они, вольно или невольно, посеяли ветер, превратившийся вскоре в бурю. Посольство Истушино явилось под Смоленск в лагерь короля на переговоры, которые завершились 4 февраля 1610 года предварительным соглашением о возведении на московский трон королевича Владислава. С тех пор у поляков появились неограниченные возможности для вмешательства в русские дела, разгорелась мечта о подчинении России речью Посполитой. В этой обстановке Шуйский решил обратиться за помощью к смертельному врагу Сигизмунда, шведскому королю Карлу IX. Для этого он послал в Новгород Скопина-Шуйского, где тот заключил соглашение со шведами о предоставлении королем пятитысячного вспомогательного отряда за 140 тысяч рублей. Но денег было мало и 28 февраля 1609 года Скопин-Шуйский подписал договор со шведами, по которому русская сторона уступала им еще крепость Карелу с уездом и окончательно отказывалась от Ливонии. В апреле шведский корпус во главе с Якобом Делагарди вступил в Новгород. Скопин, умный, мужественный, необыкновенно симпатичный гигант 22 лет отроду, с первых слов покорил сердце Делагарди, и они навсегда подружились. Вскоре союзники сумели освободить Тверь, вынудили Гетмана Сапегу обратиться в бегство под Александровской слободой, сняли осаду Троицы Сергиева монастыря. Эти победы сделали Скопина-Шуйского народным любимцем, а следовательно нежелательным конкурентом царя-неудачника Василия. Когда от царя полковнику пришло льстивое приглашение приехать в Москву, то находившаяся в лагере мать Скопина-Шуйского умоляла его не ехать к царю Василию, это же говорил ему и Делагарди. Но полководец не мог ослушаться царского указа и 12 мая 1610 года торжественно въехал в Москву. Народ вставал перед ним на колени, что неприятно поразило царя Василия. А потом Скопина пригласили быть крестным отцом сына князя Воротынского. Крестной же матерью стала жена царского брата Дмитрия Шуйского, дочь Малюты Скуратова. Она на правах кумы и поднесла Скопину-Шуйскому чашу с вином. Выпив ее, Скопин сразу же почувствовал себя плохо, у него началось кровотечение носом и горлом. Врачи, присланные Делагарди, не смогли спасти молодого сильного человека. 24 апреля 1610 года он умер. Делагарди плакал у гроба своего друга. После смерти Скопина дела Шуйского не поправились. Власть не доставляла ему радости. Московский летописец даже жалел его. А житие царское было на царском престоле всегда с бедами и с кручинами, и с волнением мирским, часто всем миром приходили к нему и требовали уйти из царства, и за посох хватали, и позорили его много раз. А он терпел и слезы проливал беспрестанно, хотя, добавим от себя, изо всех сил цеплялся за власть. К лету 1610 года его положение стало угрожающим. 27 июня в сражении под Можайском у села Клушино Гетман Жалкевский разбил двигавшуюся на помощь гарнизону Смоленска русскую армию во главе с Дмитрием Шуйским. Делагарди не смог помочь русским, часть его солдат, которым месяцами московские власти не платили жалования, перешла к полякам. Южные города начали присягать царю Владиславу. К тому же Лжедмитрий II из Калуги вновь подошел к Москве. Его воровскую столицу в Тушине уже сожгли в марте 1610 года, но сил у самозванца еще оставалось немало. Именно тогда против Василия Шуйского возник заговор во главе с дворянами, братьями Прокопьем и Захаром Липуновыми. За их спинами стояли недовольные политикой Шуйского дворяне и горожане. Они говорили, что у Шуйского нет ни счастья, ни удачи в правлении, что войско его все время терпит поражение. 17 июля 1610 года заговорщики вломились во дворец, свели царя с трона. Но даже после свержения Шуйский представлял опасность и, находясь под арестом, сносился со своими сторонниками. Тогда мятежники решили насильно постричь бывшего царя в монахе. Василий вырывался из рук Захария Липунова и решительно отказался произносить слова обета. Тогда обет за него произнес один из заговорщиков – князь Туренин. Против этого насилия протестовал только патриарх Гермоген. Он продолжал молиться в соборе за здравие царя Василия, а монахом признал Туренина. Гермоген видел в насилии и надругательстве над законным, признанным царем, начало великого несчастья России. Современники тоже считали действия Липуновых постыдными. Иван Тимофеев писал «но зато более поспешным и вдвое бесчестнейшим было низвержение этого самовенечника с высоты престола». В этом для имеющих ум рыдание, а не смех, для неразумных же и для неукрощенных врагов земли русской это было поводом к великому смеху. Согласно легенде, накануне свержения Шуйского в Архангельском соборе Кремля, царской усыпальнице, раздавались вздохи и плач, будто русские монархи скорбели в своих гробах о надвигающиеся страшные эпохи братоубийства и безвластия, получившей название «Смута». Семибоярщина. Избрание царем Владислава. После того, как Шуйского свергли и постригли в монахи, в России наступило междуцарствие. Лжедмитрия II в Москве не признавали, выбирать же нового царя из своей среды люди опасались. Никто не желал слушать патриарха Гермогена, говорившего, что надо немедленно выбрать в цари либо князя Василия Голицына, либо Михаила Романова. Это первое упоминание сына Филарета в связи со сбранием на царство. Но в Москве решили править сообщество, советом из семерых бояр. У Арбатских ворот состоялось собрание всех чинов государства, представителей знати и дворянства. Они, одобрив свержение Шуйского, просили членов Боярской думы, чтоб пожаловали, приняли московское государство, докуда нам даст бог государя на московское царство. Во главе семибоярщины встал князь Мстиславский. Но все понимали, что такая форма правления в России недолговечна. И Тушинская идея о провозглашении королевича Владислава стала завоевывать все больше и больше сторонников. Семибоярщина, идя навстречу общественному мнению, и заключила 17 августа 1610 года с полководцем польского короля Сигизмунда II, Гетманом Жалкевским, договор о призвании на русский трон сына короля, 15-летнего королевича Владислава. Русские бояре хотели, чтобы Владислав принял православие, женился на русской и снял осаду Смоленска. Жалкевский всего этого не обещал, но обязался отправить для переговоров к королю представительное русское посольство. Семь недель в Москве присягали москвичи в верности царю Владиславу. Присяга стала подлинным народным волеизъявлением. По 8-12 тысяч человек москвичей в день входили в Успенский собор, произносили клятву верности царю Владиславу, целовали крест и Евангелие. И так через Кремль прошло 300 тысяч человек. Тем временем сам Кремль и другие важные центры Москвы начали занимать регулярные польские войска. Вскоре столица оказалась фактически оккупированной польской армией. Это произошло 20-21 сентября 1610 года. Гетман Жалкевский потребовал, чтобы ему выдали бывшего царя Василия Шуйского и его братьев, что семибоярщина без сожаления и сделала. Даже монахом Шуйский с его влиянием, деньгами и связями оставался опасен для захвативших власть бояр. В сентябре 1610 года толпы москвичей высыпали на улицы Москвы, чтобы увидеть последний выход царя Василия. Мало кто испытал в тот день чувство национального унижения, в виде как в убогой колесницы, следом за польскими всадниками в сверкающих латах, везли пленного русского царя, одетого в потертую монашескую рясу. Наоборот, москвичи даже благодарили горцевавшего среди русских бояр Гетмана Жалкевского, избавившего их от зловредного Шуйского. Огромное, более 1 тысячи человек посольства отправилось в королевский лагерь под Смоленск, предполагая вскоре вернуться в Москву с новым царем. Но из этой затеи ничего путного не вышло. Переговоры в лагере Сигизмунда зашли в тупик. Выяснилось, что новый король рассматривает положение вещей совсем иначе, чем Жалкевский, что Сигизмунд против перехода сына в православие и не хочет отпускать его в Москву. Более того, Сигизмунд сам задумал стать русским царем, Жегемонтом Ивановичем, чтобы объединить Польшу, Литву и Россию под своей властью. Почему же бояре так спешили с присягой Владиславу? Зачем связали священными клятвами сотни тысяч людей, обязав их подчиниться неведомому властителю? Они, как часто бывает в истории, заботились прежде всего о себе. В смутную эпоху Междуцарствия бояре больше всего опазались капризной московской черни Илжедмитрия II, который, воодушевившись поражением русской армии под Клушино, совершил бросок к Москве. В любой момент он мог прорваться в столицу и сесть на царство, у самозванца в Москве сыскалось бы немало сторонников. Словом, семибоярщине медлить было нельзя. Польские же силы казались боярам надежным щитом против разбойников Тушинского вора и неверной московской черни. После принципиального согласия поляков на избрание Владислава, все остальные проблемы казались боярам маловажными и легко разрешимыми при личной встрече с Сигизмундом II. Намерение Сигизмунда самому занять московский трон оскорбило Станислава Жалкевского. Коронный гетман Речи Посполитой был смелым воином и умным дипломатом. Получалось, что он обманул москвичей, не выполнив своих обещаний относительно Владислава. Кроме того, он хорошо знал Россию и убеждал короля, что занятие Москвы – это не победа, что русские встретили поляков как союзников, но непременно воспротивятся насилию, если король не удовлетворит весьма скромные требования русской стороны. Увидев, что король не намерен прислушиваться к его мнению, Жалкевский вышел в отставку и вернулся в Польшу. Русские же послы оказались в ужасном положении. Они не могли согласиться на провозглашение Сигизмунда II русским царем, но не могли и позорно уехать ни с чем. Переговоры пошли на повышенных тонах, а потом оказалось, что послы, как и Василий Шуйский – пленники поляков. Две судьбы. Царь Василий Шуйский и патриарх Гермоген. Когда в конце октября 1610 года Жалкевский привез бывшего русского царя Василия в лагерь Сигизмунда под Смоленском, то Василий отказался поклониться Сигизмунду, считая, что он не взят поляками в плен в бою, а выданным своими рабами-изменниками. После сдачи Смоленска 3 июня 1611 года Сигизмунд II с трофеями и пленным царем двинулся в Варшаву, где победителю устроили грандиозную триумфальную встречу. Василию сшили дорогое царское одеяние и устроили унизительную для России церемонию. На глазах сейма Василий все-таки кланялся Сигизмунду. Потом царя Василия, как дивного зверя, показывали турецкому послу, любопытствующим панам и дамам. Среди тех, кого провели как пленников в триумфе по Варшавским улицам, был и взятый заложником под Смоленском патриарх Филарет, отец будущего царя Михаила. Недолго пробыл в плену Василий. Не дожив до 70 лет, он умер в сентябре 1612 года в замке Гастынине в 130 верстах от Варшавы. Вскоре умер и брат Василия Дмитрий и его жена отравительница Скопина-Шуйского. До Москвы дошла весть, что Шуйских отравили. Поляки же считали, что Василий умер от тоски по родине. Много лет спустя, в 1635 году, Польша согласилась выдать прах несчастного русского царя. Его торжественно перезахоронили в Архангельском соборе Кремля при большом стечении народа. В толпе наверняка стояли те, кто в 1610 году радовался, глядя как красавец Жалкевский увозит из Москвы с их глаз долой нелюбимого царя. После избрания Владислава на русский престол в августе 1610 года все произошло так, как и предсказывал Жалкевский. Заняв Москву, поляки вели себя не как союзники, а как спесивые победители, что вызвало сначала недовольство, а потом и сопротивление москвичей, все более ожесточенные и упрямые. Сменивший Жалкевского Гетман Гансевский своих людей не сдерживал. Обе стороны стали действовать смелее, когда вдруг исчез опасный противник обоих, Тушинский вор. 11 декабря 1611 года под Калугой, на охоте, его убил татарский Мурза у русов. После этого казалось, что поляки и русские только и ищут повод для столкновения. Иначе сложилась судьба патриарха Гермогена. Он происходил из казаков, славился как человек честный, прямодушный и упрямый. Вначале он полностью встал на сторону Владислава, видев приглашение королевича, единственный шанс успокоить страну. Но когда стало ясно, что Владислав не примет православие, и что Сигизмунд II возжелал сам стать царем, патриарх начал свою борьбу. Не скрываясь, не интригуя, он открыто протестовал против затей семибоярщины, осуждал вступление поляков в Москву. Гермоген принялся рассылать по всей стране грамоты, своим словом освобождая православных от присяги царю Владиславу. Грамоты эти укрепляли антипольские настроения в народе. Мужественным оказался и поступок патриарха во время богослужения в Успенском соборе в декабре 1610 года. В тот день Гермоген публично запретил своей пастве целовать крест королю-католику. За это поляки и бояре из семибоярщины начали утеснять святителя, морить его голодом. Бояре обвинили патриарха в государственной измене. Однако подписывать грамоты с осуждением противников поляков старец решительно отказался. Тогда его, как и Иова, согнали с патриаршего двора, сорвали патриаршие облачения и отвезли на монастырское подворье в Китай-городе. Потом бывшего патриарха перевели в подземную тюрьму в Чудовом монастыре, куда иногда бросали для пропитания сноб овса. 80-летний старец не выдержал издевательств и 17 февраля 1612 года умер, не сломленным. Однако свечу сопротивления он все-таки успел зажечь. В одном из последних своих посланий он освещал начинание нижегородцев во главе с Мининым. Уже при царе Алексея Михайловиче, оценившем по достоинству его мужества, в Успенский собор перенесли и торжественно похоронили рядом мощи Гермогена, Иова и Филиппа Колочева, святителей, которые пострадали за свои убеждения. 26 июля 1611 года. Захват Великого Новгорода шведами. А в это время новая напасть обрушилась на Россию. Узнав об избрании на царство Владислава, сына их врага Сигизмунда II, шведы расторгли договор с Россией и начали захватывать русские земли помимо тех, которые принадлежали им по договору 1609 года. Летом 1611 года шведские полки вступили в Великий Новгород, и его жители, настрадавшиеся от смуты, оторванные от центра, пошли 25 июля 1611 года на заключение договора с Карлом IX. Согласно ему, Новгород не присоединялся к Швеции, остановился Великим Княжеством в составе Шведской империи. Владетелем его король назначил своего наследника, принца. Но на деле городом управляла оккупационная шведская администрация. Образование первого ополчения. Поход на Москву. К весне 1611 года стало ясно, что главная угроза России – Литва, то есть польская интервенция. Нижний Новгород, Ярославль, Рязань превратились в центры сопротивления оккупантам. Руководили созданным первым ополчением атаман Иван Заруцкий, боярин князь Дмитрий Трубецкой и рязанский воевода Прокопий Липунов. Весной ополчение подошло к Москве, 19 марта там вспыхнуло восстание, спровоцированное дракой поляков с москвичами на рынке. Положение иностранных войск в огромном, растревоженном как муравейник городе стало тяжелым, хотя и не безнадежным. В городе начались отчаянные уличные бои, в ходе которых поляки сумели отбить попытки частей ополчения соединиться с восставшими москвичами. По совету боярина Салтыкова интервенты подожгли Москву, пламя пошло в сторону позиции войск ополчения, и те отступили. Среди отступавших был и отряд мужественно сражавшегося и раненого в бою князя Дмитрия Пожарского. Стояли страшные морозы, горы трупов громоздились среди пожарищ, тысячи людей через снежные поля бежали из родного города. В следующие дни началась подлинная вакханалия насилия. Поляки стали поджигать уцелевшие от пожара слободы Москвы, принялись грабить дома и церкви, обдирая драгоценные оклады икон. Как пишет очевидец разграбления Москвы, кто хотел, брал. От этого начался столь чудовищный разгул, блуд и столь богопротивное житье, что их не могли прекратить никакие виселицы. Из спесей солдаты заряжали свои мушкеты жемчужными величиной с горошину, из боб и стреляли ими в русских. Проигрывали в карты детей знатных бояр и богатых купцов. При этом поляки требовали от семибоярщины жалования. Бояре пошли на невиданную меру. В виде залога они отдали полякам драгоценности русских царей, коронационные шапки Бориса Федоровича и Лжедмитрия I, скипетры, державу, царский посох с огромными бриллиантами. Этот залог так никогда и не вернулся в Россию. 22 июля 1611 года. Убийство Прокопия Липунова. Несмотря на неудачу в боях на улицах Москвы, дело ополчения не пропало. Ополченцы и казаки обложили Москву со всех сторон. На общем собрании 30 июня 1611 года войска единогласно приняли решение приговор о создании временных органов власти и о раздаче поместьй участникам сражений с поляками. Однако пришедшие к Москве ополченцы не отличались единством. Казаки, в большинстве беглые холопа и крестьяне, опасаясь восстановления прав помещиков на беглых, начали открытую войну с дворянами-ополченцами. Один из руководителей ополчения, Прокопий Липунов, требовавший наведения порядка и дисциплины в войсках, был вызван на казачий круг 22 июля. Там буйные, уверенные в своей силе казаки зарубили вождя ополчения. Раздоры ополченцев и казаков все усиливались. Возле Новодевичьего монастыря, во время перенесения освящавший поход иконы казанской бога-матери, несмотря на торжественность и святость момента, между казаками и ополченцами вспыхнула ссора, которая чудом не переросла в побоище. Особенной наглостью и разнузданностью отличались отряды волжских казаков, которые сразу же ограбили Новодевичий монастырь, а монахинь выгнали прочь. После инцидента под Новодевичьим монастырем реальная власть в ополчении перешла к казачьему кругу и атаману Ивану Заруцкому. И хотя Трубецкой еще сохранил войско и продолжал осаждать Москву, первое ополчение фактически рассыпалось. Многие служилые люди, опасаясь казачьих разбоев, покинули таборы оболчения. Страна погрузилась в пучину анархии. Казаки Заруцкого стояли под Москвой, никому не подчиняясь и отказываясь присягать кому бы то ни было. Сначала их уговаривали признать царем Ивана Дмитриевича, Варенка, сына Лжедмитрия II и Марины Мнишек. Позже казаки признали на какое-то время царем нового самозванца Лжедмитрия III. Этот проходимец, московский диакон Сидорко, появился в Ивангороде и сумел со своим воинством занять Псков. Но все-таки главным для набравших сил у казачьих шаек стали грабежи, организованные по четкой схеме. Чтобы не мешать друг другу, казаки на своем круге разделили всю Россию на части – старостатство. Их отряды разошлись по своим старостатствам и начали безжалостно грабить местное население, сжигать дома, убивать помещиков. В итоге ограбленными и разоренными остались почти все города России от Колы до Белгорода. Власти на местах не оказывали им сопротивления, оставаясь зачастую беспечными. Известно, что Кострома пала из-за того, что пьяная стража в послеобеденный час не заметила приближения врага к воротам города. Словом, в стране воцарился невиданный ранее разбойничий террор. Гражданский подвиг Козьмы Минина и второе ополчение Осенью 1611 года, казалось, приблизился час национальной катастрофы. Поляки, спалив посады Москвы, превратили Китай город и Кремль в свою неприступную крепость и засели там. Рухнула центральная власть, страна развалилась на части. По обочинам дорог среди бела дня лениво расхаживали обожравшиеся мертвичиной волки. Всюду лежали умершие от голода или убитые разбойниками люди. Бог, казалось, отвернулся от грешной Руси и за людские грехи уже не замечал с небес ее загаженных храмов. Но тогда прозвучали главные слова о причинах смуты, трусость и равнодушие всего общества, отсутствие общей ответственности и мужества. По мнению современников смуты, Ивана Тимофеева и Авраамия Палицына, Бог наказал Россию за всего мира безумные молчания. Впрочем, русских людей можно понять. Общество пришло к этому несчастью не случайно. И тут надо вспомнить Грозного, без числа и пощады перебиравшего людишек, а также его преемников, позоривших царскую власть так, что к ней было утеряно всякое уважение. Где тут уж наберешься гражданской ответственности и мужества. Однако свеча патриарха Гермогена не угасла совсем. В Нижнем Новгороде возник новый очаг сопротивления, появилось новое общенародное движение. Его возглавил продавец скота Козьма Анкудинович Минин. Осенью 1611 года наступил редкий в истории России момент, когда множество порядочных людей почувствовали единичество, единство. Вся земля была готова подняться. Это всеобщее народное чувство уловил и выразил простой гражданин Козьма Минин. Он призвал сограждан обложить себя особым налогом на новые войска для спасения России, Москвы и православия. Минин шел на это осознанно, думая о будущем. «Великое дело», — говорил он, — «мы совершим его, если Бог поможет. Какая хвала будет нам от русской земли, что от такого малого города произойдет такое великое дело? Я знаю, только мы на это подвинемся, так и многие города к нам пристанут, и избавимся мы от иноплеменников». Зная честь Козьмы, горожане выбрали его старостой. Но мало в таком деле только красноговорить и не воровать. Минин оказался человеком исключительных организаторских талантов, благодаря которым он сумел быстро создать рать на очищении московского государства. Так Минин совершил истинно гражданский подвиг, причем летописец сравнил его с библейским вождем Заровавелем, который вывел евреев из Вавилонского плена на родину. Во главе рати ополчения согласился встать князь Дмитрий Пожарский, воин неустрашимый и опытный. Летом 1612 года второе ополчение подошло к Москве и соединилось с войсками Ивана Заруцкого и Дмитрия Трубецкого, по-прежнему осаждавшими город. Не без труда союзникам удалось наладить совместные действия, ведь ранее Заруцкого уличили в том, что он подослал в Ярославль к Пожарскому убийцу. Тот пытался в уличной толчее ударить князя ножом в живот, но промахнулся, попал в бедро казаку, находившемуся рядом с Пожарским, и тотчас был схвачен. 26 октября 1612 года. Сдача польского гарнизона Кремля. Перелом наступил в конце лета 1612 года. В сражении 22-24 августа у Белого города ополченцы отбили попытку превосходящих сил Гетмана Хаткевича прорвать снаружи блокаду Москвы и спасти осажденный польский гарнизон русской столицы. Причем решающий удар полякам нанес со своими силами совсем не военный человек Казьма Минин. Его поддержали до тех пор медлившие отряды Трубецкого. Они бросились вплавь через Москву-реку с одним только холодным оружием и отбили натиск войск Хаткевича. Гетман отошел от Москвы. Тогда же ополченцы и казаки заключили соглашение о совместном командовании войсками и управлении землей. На равном расстоянии от станов войск Трубецкого и ополчения Минина и Пожарского на Неглинной улице стали встречаться для решения неотложных дел трое военачальников Пожарский, Минин и Трубецкой. Именно здесь, в сердце русской столицы, стала возрождаться русская государственность. В походных шатрах возникли первые государственные учреждения, ведавшие службой и обеспечением войск, а потом и всем государством. В октябре Пожарский согласился принять под свою защиту вышедших из блокированного города жен бояр, сторонников царя Владислава, сидевших в Кремле с поляками. Это решение выпустить из города родственников бояр-предателей вызвало возмущение казаков, хотевших просто-напросто пограбить состоятельных боярынь. После длительной подготовки 22 октября ополчение прорвало оборонительные укрепления поляков в Китай-городе. Интервенты отступили в Кремль. Однако лишение и голод, дело дошло уже до людоедства, сломили их волю. 26 октября осажденные сдались. Среди вышедших из Кремля находилась и инокиня Марфа с сыном Михаилом Романовым, попавшие в осаду вместе с другими семьями русских бояр, сторонников поляков. Вскоре мать и сын уехали в свои костромские водчины. Первые цари династии Романовых. Избрание Михаила Романова царем и его первые шаги. Земский собор, созванный в январе 1613 года, на нем были представители от 50 городов и духовенства, сразу же постановил иноверца на престол не выбирать. На трон претендовало много достойных людей. Однако из них выбрали 16-летнего Михаила Федоровича Романова, которого в тот момент в Москве даже и не было. Зато за него особенно рьяно и даже агрессивно ратовали бывшие тушенцы и казаки. Последних участники Земского собора побаивались, все знали неуемную силу казачьей вольницы. Другой кандидат в цари, один из руководителей ополчения, князь Трубецкой, старался понравиться казакам, добиться их поддержки. Он устраивал обильные пиры, но ничего кроме насмешек в ответ от них не получил. Казаки, дерзко ходившие вооруженными толпами по Москве, смотрели на Михаила как на сына близкого им тушенского патриарха Филарета, полагая, что он будет послушен их вожакам. Впрочем, Михаил устраивал и многих других. Русское общество жаждало покоя, определенности и милосердия. Все помнили, что Михаил происходил из рода, почитаемой за доброту первой жены Ивана Грозного, Анастасии Голубицы. Решение об избрании Михаила земцы приняли 7 февраля, а 21 февраля 1613 года, после торжественного шествия по Кремлю и молебна в Успенском соборе, состоялось официальное избрание Михаила на царство. Для Трубецкого победа партии Михаила оказалась страшным ударом. Как пишет современник, он почернел лицом с горя и заболел на три месяца. Еще бы, корона для Трубецкого оказалась потерянной навсегда. Собор снарядил депутацию в Кострому к Михаилу. Посланные от имени всей земли звали юношу на царство. К моменту прибытия депутации в Кострому Михаил с матерью, Иннокеней Марфой, жил в Ипатьевском монастыре. Этот старинный монастырь был основан в 1330 году, когда знатный татарин Чет остановился лагерем под Костромой. Ночью ему привиделась богоматерь. Чет тотчас принял православие, а на месте чудесного явления богоматери заложил монастырь, названный Ипатьевским-Троицким. Этот татарин Чет, ставший в православии Захаром, был предком Бориса Годунова. С 10-14 апреля 1613 года и произошла встреча московской делегации с Марфой и ее сыном Михаилом. Участник посольства Авраамий Палицын рассказывал, что мать царя долго не соглашалась отпускать сына на царство, и ее можно понять. Хотя страна находилась в ужасном положении, Марфа, зная судьбу предшественников Михаила, очень беспокоилась о будущем несмышленного 16-летнего сына. Но депутация так горячо умоляла Марфу Ивановну, что она наконец дала свое согласие. И 2 мая 1613 года Михаил Федорович въехал в Москву, а 11 июля он венчался на царство. Юный царь поначалу правил несамостоятельно. За него все решала Боярская дума. За его спиной стояли родственники, получившие видные места при дворе. Велика была и роль матери, великой старицы Марфы, женщины волевой и суровой. Она стала игуменей Кремлевского вознесенского монастыря. Все ждали возвращения отца царя, патриарха Филарета, томившегося в польском плену. Но это произошло нескоро. Иван Сусанин. Был ли подвиг? Это вопрос недосужий, ведь документы о подвиге Костромского крестьянина имеют более позднее происхождение. Но достоверно известно, что зимой 1613 года, в момент избрания на царство, Михаил с матерью находился в родовой вотчине Романовых под Галичем. Поляки, узнав об избрании Михаила Романовых цари, решили упредить посланцев Земского собора и захватить юношу. Крепостной бояр Романовых Иван Сусанин, став проводником отряда поляков, шедших разбить вотчину Михаила, завел врагов в лесную чащу и тем погубил их, но и сам погиб от их сабель. Так Сусанин ценой своей жизни спас для России будущего царя, основателя династии. Часть историков считает подвиг Сусанина позднейшей легендой, однако вся эта история не кажется вымыслом. Готовность людей пожертвовать собой во имя Родины не раз проявлялась в те страшные годы. Вспомним Минина, Гермогена, а также защитников Троицы Сергиева монастыря, крестьян Салоту и Никона Шилова, которые в ноябре 1608 года подорвали себя в минном подкопе вместе с осаждавшими монастырь поляками. Царь Михаил и патриарх Филарет, отец и сын у власти В 1618 году королевич Владислав, по-прежнему претендовавший на русский трон, вновь подошел к Москве и встал в Тушине. Потом поляки с боями дошли до Арбата, но там их остановили русские полки. После этого в селе Диулино, под Троицы Сергиевым монастырем, 1 декабря 1618 года русские и польские дипломаты заключили перемирие. А уже 1 июня 1619 года, согласно ему, около Вязьмы произошел обмен пленными. В числе людей, вернувшихся из плена, оказался и отец царя, патриарх Филарет. Ему устроили торжественную встречу. У пресни царь Михаил Федорович, стоя на коленях, приветствовал отца, который тоже опустился на колени перед своим сыном, царем. Патриарх Филарет, человек сильный и волевой, прожил трудную, полную противоречий жизнь. Не раз ему угрожала опасность. При дворе полусумасшедшего Ивана Грозного, келье монастыря, куда его в 1600 году заточил Годунов, во времена Шуйского. В 1606 году царь Василий, уступая мнению бояр, согласился на избрание Филарета патриархом. Потом же, обвинив его в распространении слухов о спасении царя Дмитрия из Москвы, отказался его поддерживать. В октябре 1608 года Филарет был в Ростове и при взятии ростовского Кремля войсками Тушинского вора находился вместе с защитниками города в главном соборе, воодушевляя их на сопротивление. Когда положение осажденных стало безвыходным, Филарет вышел навстречу осаждавшим собор с хлебом и солью, но тушинцы его схватили, бросили в простую телегу и как пленника повезли в свою воровскую столицу. Там его принял же Дмитрий II и сделал патриархом. Позже, при бегстве тушинцев, Филарета схватили верные шуйскому люди. Он был оставлен в Москве, но лишен патриаршества. Тогда Филарет активно интриговал против Шуйского, а потом уже и открыто выступил за его свержение. Во время семи боярщины Филарет отправился с делегацией в лагерь Сидизмунда под Смоленском, где поляки объявили его пленным и увезли в Польшу. Пленение затянулось на 8 лет. С возвращения 70-летнего Филарета и до самой его смерти в 1634 году в стране установилось двоевластие отца и сына, правили нераздельно. Филарета вновь избрали патриархом, при этом он носил царский титул «Великий государь». Подобно монарху, Филарет принимал иноземных послов, ведал важнейшими государственными делами. Опыта в этих делах ему было не занимать. Правил патриарх Филарет осмотрительно, во всех начинаниях правительства стремился добиться поддержки земских соборов, которые собирались часто. С помощью дозора или переписи он провел первый после разорения, московской разрухи, учет земель, стремился обеспечить дворян поместьями. Важно, что Филарет признал законными владения тех дворян, которые в годы Смуты, перелетая, получали земли и от Шуйского, и от Лжедмитрия, и от Владислава, и от других правителей. Эта разумная политика успокоила общество, как, впрочем, и успешная борьба с казачьей вольницей и разбоями. Завершение смуты. Царские свадьбы. Постепенно жизнь в России входила в нормальную колею. Отряды казаков, тогда саждавших властям, либо рассеялись, получив земли, либо их разбили в сражениях правительственные войска. После гибели Лжедмитрия II Иван Зарудский сошелся с Мариной Мнишек. Он рассылал по всей стране грамоты с требованием присягать малолетнему сыну Марины, царевичу Ивану Дмитриевичу. В конце 1613 года, в кровопролитном сражении под Воронежем, войско Зарудского потерпело поражение, и атаман, вместе с Мариной и Иваном, бежал в Астрахань. Захватив город и убив воеводу, он хотел поднять на Россию нагайских татар, волжских казаков, просить помощи у персидского шаха и турецкого султана. Тут правительство действовало незамедлительно. Стрельцы внезапно осадили Астрахань. Застегнутые врасплох приходом московских полков, казаки поступили в силу своих исконных обычаев. В обмен на помилование они схватили и выдали Зарудского, Марину и Ивана властям. Зарудского посадили на кол, а четырехлетнего Ивана повесили в Москве. Марина умерла в тюрьме от болезни и тоски. Став у власти, Филарет хотел упрочить положение новой династии удачным браком Михаила. Поначалу он искал сыну-невесту за границей. Племянницу датского короля-христиана русским дипломатам сосватать не удалось, как и родственницу шведского короля Густава II Адольфа. Обязательный переход невесты в православие не устраивал королей-лютеран. Тогда обратились к русским красавицам. В невестах долго ходила Марья Хлопова. Обычно вокруг невесты кипела борьба, ведь родственники царицы взлетали очень высоко. Поэтому неудивительно, что Марью, как-то раз переевшую сластей и застрадавшую животом, оговорили перед царем, сказав, что она неизлечимо больна. Михаил тотчас отрекся от невесты. Из множества девиц он выбрал Марью Долгорукую, но через год юная царица умерла, кто-то отравил ее. Наконец, в 1626 году Михаил сыграл пышную свадьбу с Евдокией Лукьяновной Стрешневой, красивой, но незнатной дворянской дочерью, ставшей матерью десятерых его детей. Россия возвращается в Европу. При Михаиле Федоровиче в Москву начали приезжать иностранные посольства. Их торжественно принимали в Кремлевском дворце. Возрожденная Россия вновь оказалась в круге европейских государств, хотя ее главные внешнеполитические проблемы еще только предстояло решить. Новой власти досталось тяжелое наследство. Поляки и шведы еще находились в состоянии войны с Россией. В 1615 году Густав II Адольф пытался к захваченному Новгороду присоединить Псков, но трехмесячная осада Твердыни ему не удалась. 27 февраля 1617 года в деревне Столбова под Тихвином шведы и русские подписали мир. Россия вернула себе великий Новгород, но к своему огорчению потеряла и Жорскую землю, а следовательно и выход к Балтийскому морю. С тех пор Россия почти век стремилась вернуть потерьку, наносившую ущерб престижу государства и его экономике. Особенно плохими оставались отношения России с Польшей. Королевич Владислав по-прежнему считал себя русским царем. В 1617 и 1618 годах он подступил с войсками к Москве. Но все же на переговорах в деревне Диулино под Москвой поляков склонили к перемирию, но за столь нужный стране мир заплатили высокую цену. Смоленск с 28 городами отошел к Польше. В 1632 году после смерти Сигизмунда II Владислав вступил на престол, став королем Владиславом IV. В Москве решились начать с ним войну ради возвращения Смоленска. Корпус Михаила Шейна обложил город, но осада шла неудачно. Польский гарнизон храбро сопротивлялся, а вскоре и Владислав IV с войском подошел к нему на помощь. Сам Шейн попал в окружение и в 1634 году позорно капитулировал. Вернувшегося в Москву главнокомандующего казнили как изменника. Снова начались переговоры, и по Полиновскому миру 1634 года король отказался от претензий на венец русского царя, но навсегда получил Смоленск и огромную по тем временам контрибуцию – 20 тысяч рублей. Тревожней оставалась обстановка и на южных границах России. Здесь угроза исходила от турок и крымских татар, обычно нападавших на русские пределы внезапно. В 1633 году крымские войска дошли до Тулы, Каширы и Калуги, уведя несколько тысяч пленных. К тому же нагайские орды перешли из-за Волжских степей и стали кочевать ближе к Крыму, что резко усилило наступательную мощь степняков. Против них русские строили укрепленные линии, а строги в лесах делали засеки. Как только казачьи заставы видели в степи Орду, то огнем и дымом давали знать о приближающемся противнике. Но жить в южных уездах было опасно. Поселиться там решались только отважные, рисковые люди, служилые, однодворцы, казаки. В 1637 году донские казаки захватили турецкую крепость Азов и сидели в ней до 1642 года, многократно прося царя принять город под свою государскую руку. Но тогда воевать с Турцией Россия не решилась. У страны, пережившей такой кризис, сил было явно недостаточно. В конце концов казаки оставили разоренный ими до основания Азов. Русское самодержавие 17 века. Царь с Боярской думой. Государь указал, о бояре приговорили. Такой стала формула официальных бумаг при царе Михаиле. Он правил мысли о всех делах с боярами, членами высшего правительственного органа, Боярской думы. В нее входили родовитые князья, родственники царя и царицы, выслужившиеся бюрократы, дьяки. Слабое тогда государство отчаянно нуждалось в поддержке, в Совете всей земли. Поэтому заседания земских соборов проводили часто. На них решали самые острые проблемы, прежде всего финансовые. Тут уж и царь, и бояре прислушивались к весомому слову дворянских корпораций, городов, посадских общин, всех, кто имел деньги и платил налоги в казну. Без их помощи государство обойтись никак не могло. Это было время относительной слабости царской власти и особой силы земства. Органами центрального управления считались приказы, их число в 17 веке достигало 70. Приказы ведали военными, строительными, финансовыми и другими делами. Они рассылали указы в 250 уездов России, где правили назначенные государем воеводы. Последние обладали огромной властью, и каждый из них мог повторить слова одного из сибирских воевод, обращенный к жалобщикам. «Я здесь не москваль для вас». Тайные пружины власти всегда находились в руках приближенных к царской семье доверенных людей, ближних. Нередко ими руководило властолюбие или корысть. Вначале при Михаиле Федоровиче всем заправляли Салтыковы. Вернувшийся из плена Филарет их прогнал и уже сам диктовал свою волю царю. После смерти патриарха на первой роли в покоях теремного дворца, обиталище царя, выдвинулся князь Черкасский и другие ближние люди. 1648 год. Поход Семена Дежнева. При царе Михаиле русские землепроходцы заняли почти всю Восточную Сибирь. Обычно они ставили по рекам деревянные крепости и остроги. В 1639 году казак Иван Москвин, выступив из Якутска, деревянной крепости, основанной в 1632 году, нашел, как тогда говорили, Охотское море. Целью алчных казаков, считавшихся на службе государя, была пушнина, которую они получали в виде налога ясака с коренных народов Сибири. Уходя все дальше и дальше от протаренных дорог, казаки осваивали новые землицы, узнавали о неведомых народах, а вернувшись, рассказывали о дивных происшествиях и слухах. Так от казаков русские люди узнали о неведомом звере мамонте, который якобы живет под землей. Так объясняли люди обнаружение в вечной мерзлоте останков мамонтов. В 1643 году сборщик Ясака Семен Дежнев основал на реке Колыме Нижнеколымский острог. Оттуда в 1648 году он с отрядом на семи кочах, легких морских судах, обогнул Чукотский полуостров, открыв таким образом пролив, отделяющий Азию от Америки. Правда, к моменту плавания Беринга, сто лет спустя, об открытии Дежнева забыли. Правление царя Алексея Михайловича. Царь Михаил умер в 1645 году, не дожив до 50 лет. Через месяц в могилу сошла и его жена, царица Евдокия. На плечи их сына, 16-летнего Алексея Михайловича, провозглашенного царем на земском соборе, то есть в сущности выбранного как некогда Михаил, легла огромная тяжесть власти. Конечно, ему повезло больше, чем отцу в 1613 году. Ведь Алексей вступил на трон в мирное время и в мирной стране. Самым важным событием начала его царствования стало принятие в 1649 году соборного уложения, нового свода законов. Оно предусматривало более суровые, чем раньше, наказания за преступления против государства и церкви. У соборного уложения оказалась долгая жизнь. Им пользовались судьи почти 200 лет, до начала XIX века. Уложением было установлено полное крепостное право, теперь срок розыска беглых крестьян не ограничивался каким-то периодом. Помещик мог вернуть своего беглого крестьянина, сколько бы лет не прошло со дня его побега. История введения крепостного права непроста. До конца XVI века крестьяне могли раз в году, осенний Юрьев день, покидать своего помещика. Однако длительные войны, репрессии Ивана Грозного, нашествия врагов, смута, разорили и ослабили служилых людей, владельцев вотчин и поместий. Продолжалось и повальное бегство обнищавших крестьян от помещиков. Чтобы остановить его, в 1597 году приняли закон. Беглые в течение целых пяти лет подлежали возвращению к своим господам. Одновременно провели перепись зависимого населения. Так были заложены основы крепостного права, которое окончательно оформилось в середине XVII века. Алексей Михайлович, второй царь династии Романовых, вступил на престол при всеобщей поддержке подданных, которым он нравился. Молодой государь отличался умом, образованностью, был с юных лет деятельным, живым, подвижным. Веселый, остроумный, он страстно любил охоту, завел при дворе театр. Алексей Михайлович прославился редкостной богобоязненностью, благочестием и глубокой верой в Бога. Он оставался верен друзьям, почитал старших, слыл добрым, совестливым человеком. В 1652 году, посылая митрополита Никона в Отрич монастырь, за прахом убитого Малютой Скуратовым митрополита Филиппа Колочева, он передал Никону письмо, которое тот зачитал прямо перед гробницей мученика. Царь просил Филиппа простить согрешение прадеда нашего царя и великого князя Ивана, совершенные против тебя нерассудно, завистью и неудержанием ярости. Сохранившиеся до наших дней письма царя Алексея Михайловича дышат энергией, остроумием и необыкновенным жизнелюбием. В письме стольнику Матюшкину он описывает, как борется с разболтанностью стольников, опоздавших на смотр. «Да извещаю тебя, что тем утешаются, что стольников без пристани купаю ежеутро в пруде, и ордань хорошо сделана, человека по четыре и по пяти и по двадцати человек за то. Кто не поспеет к моему смотру, так того и купаю, да после купания жалую, зову их ежеден. У меня купальщики те едят вдоволь, а иные говоря, мы де нароком не поспеем, так де и нас выкупает, да и за стол посадит. Многие нароком не поспевают». Из этого письма видно, что склонность Петра Великого к весьма смелым шуткам над своими подданными унаследована им от остроумного отца. И хотя Алексей Михайлович не ломал старины, как это сделал впоследствии его сын Петр, Россия развивалась, постепенно осваивая достижения и опыт передовых стран Европы. В частности, благодаря Алексею Михайловичу в России основали кораблестроение по голландскому образцу. Кстати, со спуском на воду первого русского корабля «Орел» связано и появление трехцветного бело-сине-красного государственного флага России. Вероятнее всего на выбор цветов для флага России повлиял опыт Нидерландов, на кораблях, которых как раз и появился впервые национальный флаг. Трактовка символического значения этих цветов такова. Внизу мир физический, кровь, красный, выше небесный, синий, еще выше мир божественный, белый. Эти цвета совпадали и с народными традициями. Красный-червонный – синоним красивого, прекрасного, лучшего. Это цвет праздничных одежд русских людей, пасхальных богослужений. Голубой – цвет Богоматери и цвет церкви, духовности, верности. Наконец, белый всегда воспринимался как цвет мира, Бога, невинности, благородства, веры, царя. Сподвижники царя Алексея. Борис Морозов и Афанасий Орден Нащекин. В начале царствования Алексея первым советником считался боярин Морозов. Он даже породнился с царем, оба женились на сестрах Милославских. Но вскоре Морозов взорвался, его подручные прославились взятками и злоупотреблениями. Социальный взрыв произошел в 1648 году, когда Морозов ввел высокий налог на соль. Рост цен на этот необходимейший продукт привел к соляному бунту. Народ разгромил дома вельмож, убил двух приближенных Морозова. Жизнь же самого боярина буквально вымолил у бушующей толпы сам царь Алексей Михайлович. Но от услуг Морозова царю пришлось отказаться. Крупнейшим дипломатом и политиком того времени стал Афанасий Лаврентьевич Орден Нащекин. Сын бедного псковского помещика из-за почки, он сумел получить прекрасное образование, знал латинский и немецкие языки. О нем говорили, что он знает немецкое дело и немецкие обычаи знает же. Орден был умным, критическим, мыслящим человеком. Он много лет возглавлял посольский приказ, оставаясь сторонником сближения с Западом, ратовал за развитие торговли, стал инициатором принятия в 1667 году новоторгового устава, вводившего льготы для русского купечества. Он отличался редким умением вести сложные переговоры с поляками, отношения с которыми были исключительно тяжелыми после вмешательства России в польско-украинскую распорю и присоединение Украины. Он слыл последовательным противникам резких действий против Речи Посполитой, стремился достичь за столом переговоров согласия, выгодного и России, и Польше. Так, после долгих переговоров с польской делегацией, Орден сумел заключить столь нужное России Андрусовское соглашение о мире. Человек гордый и упрямый, он имел в придворной среде много врагов. Не все его действия нравились царю, которому казалось, что Орден делает слишком много уступок полякам. В 1671 году Алексей Михайлович, как сказано в документах, ордена от всей мирской суеты освободил явно. Обиженный боярин уехал в Псков и в отдаленном, стоящем среди густого леса Крыпецком монастыре, постригся в монахе под именем Антония. Но видно, что мирская суета не давала ему и там спокойно молиться Богу. При пострижении он захватил с собой посольский архив, и как только в 1676 году умер Алексей Михайлович, инок Антоний начал писать новому царю Федору основательные записки о русско-польских делах, явно рассчитывая на то, что новая власть не обойдется без его знаний и связей. Так и произошло. В 1679 году Ордена вызвали в Москву. Он начал очередные переговоры с поляками, но его стремление к союзу с Польшей не понравилось в придворных кругах, и в октябре 1679 года Ордена окончательно отстранили от дел. Орден опять уехал в свой монастырь, где и умер в 1680 году. Войны с Польшей и Швецией. Присоединение Украины. Андрусовский мир 1660 года завершил очередной мрачный этап очень плохих русско-польских отношений 17 века. Началось все с того, что в 1648 году в Речи Посполитой вспыхнул мятеж казаков Украины. Во главе их стал гетман Богдан Хмельницкий. Казаки одержали ряд побед над поляками, но затем сами начали терпеть поражение. Тогда они стали проситься в подданство к царю Алексею Михайловичу, надеясь, что гнет единоверческой России не окажется для них особенно тяжелым. В Москве поразмыслили, поколебались и решили все же не упускать богатые земли Украины. Земский собор 1 октября 1653 года одобрил намерения царя и его окружения, а на Переяславской раде 8 января 1654 года казаки постановили пойти под высокую руку русского царя. Это привело к разрыву с Польшей и началу новой войны. В мае русские войска вторглись на территорию Речи Посполитой и заняли Оршу, Могилев, Смоленск. В 1655 году против поляков выступили шведы, захватившие Варшаву и Краков. Король Ян Казимир бежал из страны. Тем временем русская армия развивала успех. Под ее натиском пали Минск, Вильна, Ковна, Гродно. В Польше начался потоп, отраженный в знаменитых романах Генриха Сенкевича. Речь Посполитая переживала глубокий кризис государственности и наземные вторжения сразу с нескольких сторон, голод, грабежи, убийства. Словом, все то, что ранее пережила Россия во времена Смуты. Весной 1656 года конфликт стал расширяться. 17 мая Россия объявила войну Швеции, сам царь участвовал в походе армии в Прибалтику. Пали Динабург, как Несс, Нейншанс, началась осада Риги. Однако вели ее непрофессионально, и вскоре русские войска чуть сами не попали в окружение. Пришлось поспешно отступать от столицы шведской Лифляндии и думать об обороне, так как шведы осадили Псковый Печорский монастырь и Гдов. Воевать на два фронта России казалось тяжело, и в Вильна начались трудные русско-польские переговоры. Россия требовала себе Литву, а Польша настаивала на возвращении Украины. Только угроза нового шведского наступления заставила врагов, русских и поляков, заключить временное перемирие.